И всем привет, ребят! С вами Мистер Маник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен продолжению обзоров и тестов новых обновленных дронов. И сегодня у нас на обзоре тот дрон, который я не тестировал еще ни разу. У меня он 19-шаговый. Этот дрон называется Инженер. Дрон, который при подборе расходки с пола, дает расходку своим тиммейтам и за это вы получаете очки. Очень интересная тема с одной стороны. С другой стороны, тяжело представить, как это можно грамотно реализовать таким образом, чтобы это еще и было выгодно. Но сегодня вместе с вами мы все это дело протестируем. Я зашел в катку, посмотрел, сколько за это все дело дают очков. Мне дали за один подбор 6 очков, за другой подбор 5, за другой подбор опять 6 очков. Хотя на русской википедии вообще танковой не написано, сколько очков дает. Написано, что просто дают очки. На английской написано, что дают 5 очков. И к слову, о википедии информации я на стримах очень часто это говорил. В видеороликах еще ни разу об этом ничего не рассказывал. В общем и целом, на русской википедии информация не обновлена до сих пор. И информация не точная. Поэтому, если вдруг вы хотите что-то узнать, вы знаете английский язык, либо у вас есть просто транслейт любой, то лучше всю инфу по танковой википедии смотрите на английском языке. Она более подробная, более качественная и проработанная. Поэтому, есть кому поучиться у ребят, которые делают качественно свою работу. И сегодня, как я уже сказал, приступаем к тесту инженера. Долго думал, на чем же все-таки лучше играть с этим замечательным дроном. И думаю, что для удачи нашей, для того, чтобы это все дело работало и работало очень эффективно, нам нужен легкий корпус. Легкий корпус это хорек, васп или хоппер. Я думаю, что васп это норм. Это круто в плане именно урона, не урона, а бомбочки. Хорек можно также использовать с точки зрения неплохого овердрайва, хоппер за счет того, что можно там в регби каком-то CTF покатать. В связи с тем, что я уже катал на васпе, а хорька у нас давным-давно не было, сегодня я возьму хорька. По пушке возьмем, ну вообще то, что может быть даже особо жестко там в последнее время не нагибает. Ну давайте, например, возьмем грома, возьмем хоре гром, возьмем такую вот комбинацию, нестандартную и может быть даже интересную. И отправимся в бой. Наша задача попасть на большую карту и желательно... У меня крит ошибка, сейчас быстро обновлюсь. И желательно, чтобы это был, наверное, какой-то CTF-чик. То есть на маленькой карте я себе особо не представляю, как можно за счет подбора дроповой расходки реализовать дрон саппорта. Ну чисто помощь. А вот если это будет здоровенная карта, где тяжело найти противника, и где очень большое количество дроповых коробок, то реализовать этот дрон становится вполне реально. Нас, конечно же, кидает не совсем уж на хорошую карту для реализации всего этого дела. Но давайте смотреть, давайте пробовать. И вторую катку я, наверное, постараюсь уже запикаться в какой-то хороший бой, где будет, ну, например, какой-нибудь Берлин там или Дюссельдорф. Да, то есть я даже поперепикиваю, посижу. Первую расходку подобрал, вот, получил 5 очков, вторую расходку подобрал, получил 9 очков. Интересно, интересно. Также я так понимаю, что все это дело работает и с аптечками, и работает с, ну, короче, любой дроповой расходкой. Любая дроповая расходка дает вам дополнительные очки. 9 очков в очередной раз я получаю. Кулдаун этого дрона очень маленький, 3 секунды, подбираю аптечку, еще насыпает мне очков, и я даже, честно говоря, не заметил, сколько мне дало. Но, в общем и целом, у меня уже 47. 47 очков. Есть дроповая ДАшка, то есть задача моя очень простая, да, то есть, если вижу противника, накидываю урон по противнику, если не вижу противника, то просто фокусируюсь на дропе. Собираю дроповые расходки, раздаю эти дроповые расходки своим тиммейтам, да, может быть, у кого-то будет подгорать из-за того, что там какой-то припас появляется и у него становится он на кулдауне. Но я же саппорт, я же саппорт. Я чисто работаю на команду, например, с каждой подобранной аптечки, плюсую аптеку своим тиммейтам, да. И здесь в чем вся фишка, в том, что даже не нужно находиться в радиусе со своими тиммейтами. То есть, про радиус вообще ничего не написано. Если, например, с дроном, который ты прожимаешь расходку, я не помню, как он назывался, снабжение вроде, да, ты там прожимаешь расходку и за прожатие расходки получаешь очки, то там тебе нужно находиться рядом со своими тиммейтами. Здесь, в этом дроне, вообще по поводу того, что тебе нужно находиться рядом с тиммейтами, нет вообще никакой инфы. Ну и, как я сам понял, очки-то сыпет, сыпет. Смотрите, 119, бах, плюс восьмерочка. Только, вот, я не могу понять одного, да, как-то это зависит от количества тиммейтов, которые на респе, не на респе, да, или от чего это вообще зависит. Дроповая дашка, вот сейчас бы я ее забрал. Шикарно, я ее забираю. Я не могу понять, вот, да, то есть, мне дают рандомное количество очков от пяти и наверх, да. И, видите, я до видоса видел пять, шесть, пять, сейчас мне дают девять, да. Сколько мне сейчас дадут? Сейчас дали шесть, да, я так понимаю. Ну, то есть, рандомное какое-то количество, но это все работает. Это все работает, у меня 140 очков, чисто на саппорте. Практически без уничтожения оппонента. Прикольно? Прикольно, очень прикольно. Это очень прикольно для тех ребят, у которых, например, нет расходки, или которые не имеют супер вооружения, чтобы уничтожать оппонента. Вы берете просто этот дрон и начинаете играть, как саппорт танк. И вот, бах, плюс восемь очков. Сразу, плюс восьмерочка. За одну дроповую дашку. Ну, то есть, вы по сути ничего не сделали, но вы получили. А сейчас можно разыграть еще такую комбинацию. Вот, если, например, здесь три коробки подряд бы летела, или, вот, смотрите, например, первая летит, да. Я подбираю первую расходку, плюсую восемь, мог бы подобрать еще дэшку, еще плюсануть себе с дэшки еще восемь, да. Есть дроповая нитра. Мимо я эти, просто нитрушечку так вот в карманчик себе. Так, бах, оп, плюс шестерочка. Красивая. Бах, можно было уничтожить оппонента. Оп, аптечечку. Оп, еще очки. А в чем вся фишка? В чем вся фишка? Раньше вы так не могли реализовать этот дрон, потому что кулдаун, кулдаун вашей, вашего овердрайва, овердрайва, говорю, вашего дрона, был намного, намного дольше. А сейчас вы видите 3 секунды. 3 секунды это, ну, вообще практически нет кулдауна. 3 секунды это очень мало. И это возможность, что на механике, что на инженере открывает вам дополнительный шанс заработка хорошего количества очков. Ну и понятное дело, что нужно еще и стараться на победочку играть. 250 очков! 250 очков, при этом я уничтожил 5 оппонентов. Дроповая ДА-шка начинает падать у меня на РСПМ, прожимаю, не тру, беру ДА-шку, получаю 8 очков, неплохо, работаем. Есть дроповая ДД-шка, еду на нее, заберу, нет, не заберу, или заберу, или не заберу, нет, наш тиммейт забирает, окей, хорошо. Пробуем уничтожать, пробуем накидать урончика, да, то есть это хорек, в принципе. С хореком, кстати, тоже у нас произошли своего рода изменения. Теперь хорек имеет такую же скорость, что и вас. Тоже очень крутая тема. 280 очков. 280 очков тем временем. Едем за дроповой ДА-шкой, подбираем ее, сколько получаем? 7 очков. Расскажите мне только, пожалуйста, от чего это зависит, количество очков. Я думаю, что это как-то зависит от количества тиммейтов, которые находятся не на РСПе. А может быть, это вообще какая-то рандомная тема. Нетру подобрал, плюс 6. Может, у каждой расходки плюс 5 за ДД? Нет, но у каждой расходки не может быть свое количество очков, потому что я подбирал ДД-шки, мне там за них 9 давало. Так, есть дроповая аптека. Забираем дроповую аптеку, плюс 6. Хотел овердрайв прожать, но не смог. Сейчас прожмем. Пробуем уничтожить. Отлично, уничтожаем. Еще одного уничтожаем. Своя аптечка. Дроповая ДД-шка. Дроповая ДД-шка, конечно же, лезет в карманчик. Плюс 7 очков. Сюда. Это интересно, сколько вообще можно зафармить. А вот если пищу с овердрайв, вы представляете, овердрайв подбираете, и овердрайв тиммейтам раздается. Вот это была бы крутая тема. Вот это было бы вообще максимально жестко. 347 очков. На РСПе дроповой расходки нету. На Центрике была не Трушечка, но ее забрали. 19 секунд до конца. Пробуем еще кинуть урончику. И вот видите, бой, в котором ну примерно равные команды попались. Что у нас, что у противника. То есть, это CTF, большая карта, где у тебя нет огромной возможности увозить, ну и давать хороший буст. Получаю первое место. 372 очка. При этом я уничтожил всего лишь 8 оппонентов. За уничтожение 480 опыта, за поддержку 570. Чувствуете разницу? И видели, сколько расходки я собрал? Вот вам еще один крутой дрон. Но это бой, это бой. это нужно не забывать. А вот сейчас, сейчас, вместе с вами мы поставим данный видеоролик на паузу и продолжим тогда, когда я запикаюсь на одну из трех больших карт. Я сейчас потрачу наверное долго и много времени, но я сделаю это. Берлин, Дюссельдорф, ну есть у нас еще шоссе, есть у нас еще одна карта, которая забыл название, то есть пикаемся на большую карту и продолжаем и надеюсь, что мы сейчас получим еще жестче результат. Запикиваемся на одну из самых больших карт, это карта Temple, на которой имеется большое количество дроповых расходников и на которой, как по мне, ТТФки довольно тяжело увозить, довольно тяжело реализовывать свой корпус, свое вооружение, какое бы оно ни было, да, ну я, конечно, любитель здесь поиграть на стрейкерочке, но сегодня у нас другие задачи, и эти задачи связаны с подбором дроповой расходки и получением за счет нее дополнительных очков. есть первая нитра, работаем от нее, делаем подборчик, плюс 6 очков, я видел слева тоже была расходка, отправляюсь за ней, конечно же, попутно мы будем уничтожать оппонента, все, кто будет пикать, все, кто будет стараться что-то сделать, ДАшка, дроповая, отлично, плюс еще 8 очков, у нас пытаются увозить флаг, было бы неплохо законтрить этого молодого человека, который залетает и старается здесь понагибать, шафт тоже в простреле, в жестком стоял, стараемся накинуть и мы уже начинаем лететь, смотрим где есть дроповая расходка, акцентируем внимание на ней, прожимаем тоже овердрайв, стараемся накинуть что-то, 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 ну и пока что, если честно, хоть это и большая карта, но я особо большого количества дроповой расходочки не вижу, не вижу, но сейчас посмотрим, аптечка вижу, падает, падает аптечечка, стараюсь, ой, дроповая дашка была, можно было ее проконтролить, можно было ее забрать, шафт меня сразу с респа уносит, сейчас попробуем забрать аптеку, попробуем забрать аптеку и уже через нее сыграть, так, аптечка есть, хорошо, ищем дальше дроповые расходники, здесь вот почему-то в центре ничего не падает, ничего не падает в центре, нету никакой расходки, там с края тоже ничего не было, ищем, ищем дроп, здоровенная карта, просто нереальнейшая здоровая карта, и на ней так мало дроповые расходки, я немножко поражен, я думаю, что нам надо будет еще один бой сыграть, я уверен, что на Дюссельдорфе и на Берлине, вот на этих двух картах, дропа 100% в раз, ну не знаю, 5, наверное, больше, такая здоровенная карта, я как запикался, был так рад, думал, нифига себе попал в суперкарту, сейчас как дроповые расходки насобираю, здесь столько очков на фармлю, а по итогу бойня была даже с какой-то стороны прибыльней, ну ладно, это еще у нас только полбоя прошло, давайте смотреть, давайте пробовать, дроповая ДДшка вижу слева, есть дроповая ДАшка, две расходки, сейчас попробуем через них сыграть, попробуем как-то что-то реализовать, убираем здесь ДАшечку, там шав в прицеле стоит, мы ему накинем в эту кабину, уже уничтожили, дроповая ДДшка, выходим на первую позицию, дропа я не вижу, ну вообще, ну что за карта, объясните мне пожалуйста, что это за карта такая, где дропа нету, давайте постараемся что-то накинуть по оппоненту, здесь урончик какой-то залетит, красивый, но дропа реально крайне мало, крайне мало, здоровенная карта, а коробок падает меньше, чем на бойне, не серьезно, есть там дроповая нитра, есть дропа аптечка, о, ДАшечка, хорошо, сейчас с респа сыграем, ДАшка, хорошо, плюс 9 очков дает мне, дроповую аптечку, я так понимаю, забирают, так, и, сейчас еще хопер, хопера сюда, хопера сюда, дроп у нас пока что не падает, пробуем сразу уничтожить шафта, отлично, уничтожаем его, ну и по идее здесь слева должны быть дроповые расходники, но я их почему-то не вижу, там падает, там падает, а, вон там начинает выпадать, да, ну а меня респит как на зло справа, ну значит мы играем справа, пробуем здесь справа, о, есть дроповая ддшечка, играем через нее, есть дроповая аптечка, есть дроповая ддшка, шикарно, осталось только от шафта плюху ваншотную не получить, и забрать все коробки, видите, 3 секунды кд, оп, аптечечку еще 3 секунды кд, и опять реализация пошла, на центре нет дропа, на центре здесь еще было бы дроп, было бы вообще шикарно, так, мой человек ездит без ддшки, у него защитник, прикольная тема ездить на защитнике без ддшки, он хочет меня догнать, удачи ему, пожелаю, так, есть дроповая, да, работаем на подборчике, отлично, фармим, 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 хотел я сказать, но до ддшки еще одна не доехал, так, у меня сейчас на респе будет дроп, наверное, на респе, нет, на респе пока ничего нету, к сожалению, к сожалению, респ не дает ничего, а вот здесь вот по противничку шикарно, отрабатываем, еще с разворотника, чуть-чуть кинул, 267, маловато, 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 честно, маловато, я думал, что будет намного больше, я думал, что будет намного больше, Я думал, что мы сыграем два боя, но в связи с тем, что эта карта оказалась хуже бойни, которую изначально я, заходя, сразу сказал, что это, ну, такая-си карта, такая-си карта для реализации, для реализации таких замечательных, замечательных дронов. Я думал, что вот, например, Temples пойдет как супер-бомбочка, прям как супер-контентовая карта, но, к сожалению, не получилось, не фартануло, 311 очков, всего лишь, всего лишь 311, я уже забыл, сколько у нас было там на первом бою, но 311 для такой большой карты это мало, и мы пикаем дальше, мы ищем ту самую большую, огромнейшую карту. Опачки, наконец-таки мы запикиваемся туда, куда я пикал на протяжении, ну, не знаю, минут 5, наверное, очень много боев я перепикал, и, наконец-таки, запикался на здоровенную, огроменную просто карту, которая называется Берлин, на которой безумно большое количество дроповой расходки, и та самая карта, на которой, я думаю, что у нас есть отличный шанс дополнительного бомбического фарма за счет дроповой расходки. И сейчас мы все это дело вместе с вами проверим, я вижу, сколько здесь нитр лежит по карте, попробуем сыграть через весь этот дроп по правой стороне, посмотреть, сколько мы с него сумеем зафармить, и это будет все без, можно так сказать, контактный бой, без контактный бой. Так, есть еще ДАшка, пока я доезжаю до следующей расходки, у меня уже колдаун спродает, подбираю еще вот эту расходочку, есть у нас там еще, опа, едет оппонентик ко мне, так сказать, пострелять. Давай-ка, давай-ка, братик, кого ты решил тут пострелять, братанчик, давай нарез, отлично, 59 очков у меня уже, это при том, что 1 килл, и дальше весь, все очки на саппорте, плюс аптека дроповая, плюс еще ДД дроповая, и того у меня уже 70. И это я еще проехался только по большому краю, а сейчас мы еще поедем вот сюда, так, там надо накинуть чуть-чуть, чтобы жизнь малиной не казалась, нетрушечку забираем здесь дроповую, вот, вот та самая карта, где есть очень большое количество дроповой расходки. Собираем еще одного, прожимаем овердрайв, стараемся сразу уничтожить хоппера, сразу накидать еще по Вика Твинцу, отлично, Вика Твинца тоже уносим на респ, и сейчас по сути с респа у нас уже линия дроповой расходки вернется, вернется линия дроповой расходки, и мы уже сможем ее контролировать. По правой части здесь расходки намного больше, в связи с тем, что это режим, в котором весь фокус идет на мяч, то здесь очень большое количество игроков не контролирует дроповый расходник. Блин, к сожалению, сейчас могут доставить. Так, подбираем нитру, подбираем здесь еще ДАшку, здесь еще нитра, у меня уже 173 очка, подбираем здесь еще нитрушечку, отлично, 179. Здесь едем за ДДшечкой, забираем здесь ДДшечку, еще плюсуем очки, это еще при том, что расходка та, которую я первый раз не собирал, нитра еще одна, есть еще ДАшка, бах, забираем ее, и еще забираем аптечечку. Уже 220 очков на саппорте, чел пишет что-то, что я типа там нубас какой-то, и я в принципе с ним согласен. Мы едем сейчас за еще ДАшкой, теперь мы смещаем траекторию на центр, потому что здесь будет сейчас дроп, и у меня есть овердрайв, который мы вместе с вами сейчас будем грамотно реализовывать. 800 урончика, еще 800, крита нету, шикарно, добавляем еще урон, еще урон, еще урон, еще урон, и вон туда надо добивать, надо добивать оппонентов, дроповая ДДшка начинает падать. Весь плюс в том, что здесь работает каждый припас, каждый припас дает дополнительные очки, 290 очков, 290 очков просто на саппорте. Вы понимаете, что это такое, дроповую ДДшку забрали, к сожалению, мы опять играем через право, опять играем через право, там нам опять походу доставят сейчас. О боже, ну я ничего не могу поделать, что я могу поделать, если чел играет не на блок, а на просто, не знаю что. Так, подбираем не тру дроповую, вижу ДДшку дроповую, играю через ДДшку дроповую, собираю ее, вижу ДДшку дроповую, работаю на нее, работаю на подбор дропа, хорошо, забираем. Вот, 333 очка, еще одно, 341, подбор нитрушечки, это уже 350, по 9 очков сюда, есть дроповая нитра, еще одна, забираем ее, мяч едет в мою зону, попробуем сейчас ему что-то сделать. Давай-ка, братанчик, давай-ка, братанчик, не понял, о, понял, вот серва, не люблю я такие лаги серва. Так, 97, наши тиммейты, я надеюсь, что там справятся. Так, у нас есть здесь оппонент, который приехал за моими расходниками, мы его сейчас быстренько потушим, 379 очков. Подбираем нитру дроповую, подбираем ДДшку дроповую, играем через еще одну аптейку дроповую, забираем ее, есть титан, который едет на контроль моей позиции. Я думаю, что мы его быстренько тушанем здесь, дроповая нитра еще. Артурчик, 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 давай Артурчик, на респик не хочет, прожимает овердрайв. Пробуем здесь с респа сразу унести оппонента, уносим одного, пробуем сразу накидать по флагу. Блин, здесь гаусс, конечно, уже кидывает по мне дамагу, придется обращать внимание на него больше. Играем назад, откатываемся, есть дроповая ДДшка, через которую мы также играем, 20 секунд остается до конца боя. Было бы неплохо этого титана слить, отлично, убиваем его. 457 очков, друзья, 457 очков. И я не вижу больше дроповых расходников, выпадает нитра, но это будет последний нитра, при том, что это, обратите внимание, это был начатый бой. К сожалению, мы его проигрываем. Но на саппорте я зарабатываю вот такое количество очков. 457. 2 200 с такой катки на дропе. На дропе, просто на дропе. Да, 14 киллов, но 14 киллов, наверное, не такое большое количество. К сожалению, там, в моменте не сумел подсаппортить своим тиммейтам еще, чтобы было все вообще very wonderful. Но, как-то так. 457. И вот вам дрон, который я не использовал. Это были первые бои с этим дроном. Первые бои. И насколько это эффективно работает. При том, что твоя главная задача, это подбирать расходку. Ты даешь постоянный расходник, даешь своим тиммейтам. Каждые 3 секунды ты тиммейтом, всем тиммейтам на своей карте, за свою команду обновляешь расходку. Плюс ты за это получаешь очки, ты сам формишь. Формит твоя команда расходку, например, у кого-то расходки нету. Он получает постоянно расходку от тебя. Я собирал весь дроп. То есть, и нитры, и ддшки, и дяшки. И на протяжении вот всего этого боя, у моей всей команды, которая не уходила на респ, был дроп. Был расходник. Это жесткий буст своей команды. Жесткий буст пачка. Потому что каждые 3 секунды ты можешь подбирать расходку. Плюсовать очки. При том, что эти очки не фиксированы. Я не знаю, как это работает. И от чего это зависит. Потому что, мне кажется, что это не зависит от количества тиммейтов, которые ты раздаешь. Там какой-то свой процент. Ну, не знаю, короче. Я не знаю. Если вы знаете, напишите, как это работает. От 5 до 9 я получал. Как-то так, друзья. Я очень удивлен. И я даже, можно сказать, поражен. Я впервые скатал на таком дроне. И вот такой вот результат получил. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, какой мы дрон тестируем следующий. Я в шоке. Я просто в шоке. Давно не видел таких вещей в нашей игре. И это все на том вооружении, которое, по сути, сейчас в матчмейкинге, ну, не является сверх каким-то жестким, сверх нагибаторским. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Следите за, может быть, предыдущими такими же интересными обзорами дронов. Потому что это уже у нас четвертый с обновленными дронами. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать также новые видосы. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok